В Музее истории и культуры Малаховки открылась выставка «Такая разная посуда». Фарфоровые и стеклянные экспонаты представлены из фондов учреждения. Показ раритетных предметов сервировки приурочен к Международному дню музеев. Подробности у моей коллеги Луизы Егезарян. Эту коллекцию фарфора и стекла сотрудники Малаховского музея собирали на протяжении нескольких десятков лет. В разные времена жители поселка охотно делились предметами быта, утратившими свою актуальность. Антикварные изделия люди приносят в музей и сейчас, ведь даже с помощью посуды можно узнать, а главное – сберечь историю страны. Люди, может быть, даже и не всегда понимали, что они отдают на музей. И мы поняли, что это целое сокровище. Действительное сокровище, поскольку здесь очень много вещей, которые связаны так или иначе с производством Кузнецова. Яков Кузнецов еще в конце 18-го, начале 19-го века у себя там в Гжели открыл небольшой заводик. А уже его дети, внуки, особенно при Терентье Кузнецове, расширилось производство настолько, что к началу 20-го века в России было 14 заводов как раз под маркой Кузнецова. На этой небольшой выставке отражено несколько эпох посуд до конца 18-го и 19-го веков, а также начала и середины 20-го столетия. Некоторые предметы сервировки знакомы еще со времен Советского Союза. Например, стеклянными графинами любители ретро пользуются до сих пор. А история вот этого 20-литрового сосуда пока неизвестна. Каждый предмет в музее требует изучения. Откуда пришел, как он поступил в музей, кто принес. Ответа не по каждому предмету есть, потому что предметов много, мы изучаем это. Фондовая выставка посвящена Международному дню музеев. Жители и гости городского округа могут посетить ее уже сейчас. Напомню, что 21 мая в Люберсах состоится всероссийская акция «Ночь музеев». В учреждениях культуры пройдут экскурсии, мастер-классы и концерты.